Вода чистая, хорошая. Мы и пили, и я выросла на этом колодце. А приехали, опечатали, и теперь воды не знаем, где брать. Зачем опечатали и поняли-то не сразу. Вода холодная, вкусная. Вся деревня сюда ходила, почти 40 домов. Но, как оказалось, с риском для здоровья. После очередного взятия проб специалисты выяснили, воду пить нельзя. А затем и судебные приставы перекрыли доступ к единственному в деревне источнику воды. Содержание нитратов там обнаружено, поэтому надо его заколотить. А я говорю, а вы не заколачивайте, а напишите, что вода непригодна к питью. А на хозяйственную это нужно, можно использовать. Мы, говорю, и моемся ей, и все делаем ей, стираем. А тут ничего не стало. Вот. Говорят, нет, надо опечатать. Грязная, грязная, красная. Свою личную бочку пришлось выделить Николаю Павловичу, чтобы не оставить односельчан в засухе. Каждый день наполнять ее приезжает пожарная машина. Но и эту воду пить нельзя. Бочка-то все равно, она была бы оцинкована или что-то там другое. Они приехали, налили воды, сбулькали воду, все равно ржавое, а остыть, она не успеет. Пить воду, которую привозят в деревню Филяева, я не рискну. Да и руки мыть такой водой страшновато. А вот для того, чтобы полить грядку, такая вода самая то. Проблему решали сообща на деревенском сходе с главой Кадникова. До конца недели он пообещал открыть колодец. И сразу же специалисты начнут его чистить. Будет первоначально откачана вода, чтобы определить уровень, скажем так, потенциальный объем воды. Затем будут проведены мероприятия по очистке дна, нижней части сруба. Затем специализированной организацией будут проведены мероприятия с применением хлорирующих веществ, чтобы улучшить качество воды. Но одного колодца на всю деревню мало. Это зимой здесь живут семь бабушек, а летом, когда приезжают дети и внуки, полсотни человек наберется. Есть в деревне и второй колодец, но он требует ремонта. С прошлого года воду из него уже не берут. Вода лучше была, чем в том. Хоть говорят, что там воды нет, даже вода была хорошая. Без воды не съезжали все время. Как-то не было сухого лета. Чистили колодец. Взять мой лазер туда, в колодец чистить. Менять деревянный сруб на бетонные кольца будут в конце июня. Администрация Кадникова уже выделила на это 80 тысяч рублей. А пока местные жители за питьевой водой ходят на родник. У пожилых людей эта дорога занимает около часа. Но гарантии, что ее можно пить без опасений для здоровья, никто не дает. Александра Артамонова, Максим Тышковец. Новости Вологды.